Отрубленные руки, поножовщина, попытки выбросить с балкона. Этот год можно смело назвать годом домашнего насилия. Почему большая часть жертв в России перед ним абсолютно беспомощна, а особенно женщины? Именно об этом сегодня мы поговорим в нашем ролике. Дело Хачатарян столкнуло с места лавину. Декриминализация побоев при всем своем позитиве, к сожалению, оставила жертв домашнего насилия полностью беспомощными перед воздействием на них более сильных членов семьи. Прочти всегда это муж. Женщин избивают, душат, колют ножами. Когда женщины пытаются сопротивляться и применяют подручные средства, их сажают. Печальные известные случаи, когда женщина в попытках самообороны ударила насильника ножом, закончилась для нее сроком. С юридической точки зрения, любая попытка хоть как-то защититься в семье трактуется как конфликт, драка двух совершенно независимых людей. Ни суды, ни следствия никаким образом не учитывают то, что это семья. И все это происходит внутри семьи. Как только они оказываются перед законом, незамедлительно рассматривают как двух совершенно независимых граждан. Когда мы делим имущество, мы прибегаем к семейному кодексу. Когда мы делим детей, мы тоже помним, что это семья. Но как только речь заходит о необходимости защитить свою честь, достоинство, здоровье, жизнедостоинство своих детей, незамедлительно наша правоприменительная практика и органы следствия забывают о том, что это мать и тут же говорят о том, что это убийство, или в лучшем случае это убийство при самообороне. Почему? Сейчас обсуждается закон о борьбе с домашним насилием в семье. Что он может сделать? Какие меры необходимо принять? Почему, если просто разбить вот эту машину или поцарапать, это будет правонарушение? Почему, когда женщина пытается защититься, ее пытаются посадить за убийство, за членовредительство? Хотя мы прекрасно понимаем, что в семье она и ребенок это наиболее беззащитные члены той самой ячейки общества, которая ставится сейчас на основной пьедестал, которую необходимо защищать. Однако на практике ни детям, ни женщинам, к сожалению, такой защиты не предоставляется в Российской Федерации, в отличие от многих других стран. Какие меры необходимо принять? Во-первых, согласно тем мерам, которые предлагаются для принятия данного закона, это предоставление различных информационных центров, где разъясняются права женщинам о том, что они не должны это терпеть. Во-вторых, это выдача так называемых охранных ордеров. То есть, когда не работает принцип «когда вас убьют, тогда и приходите», когда уже насилие совершено, когда убийство уже совершено, а когда женщина просто пожаловалась, что в отношении нее совершаются определенные насильственные действия, и женщине выделяется охрана, а виновному мужчине в подобных действиях категорически запрещается к ней просто приближаться и к детям. Какова ситуация сейчас? Многочисленные поговорки «бьет, значит любит», «бей бабу молотом, будет баба золотом». К сожалению, большая часть нашей правоохранительной системы сейчас работает по принципу «изнасиловали – сама виновата», «избили – сама виновата», «надо за мужем лучше следить». И так везде. Зачастую у жертв насилия просто не принимаются даже заявления о возбуждении уголовного дела. А если и принимается уголовное дело, спускаются на тормозах за то, когда пострадал муж или получил нож в печень или получил утюгом по голове, вот здесь правоохранительная система работает по полному. Почему? Да потому что все понятно. Подозреваемого искать не надо, состав преступления налицо. Преступление есть? Конечно, есть. Вред здоровью нанесен. А в идеале даже убийство. И самое главное – для его раскрытия никого искать не надо. Главное – правильно оформить бумаги. Основной вопрос, который сейчас стоит на повестке дня – получится ли у гражданского общества заставить наших законотворцев принять необходимые законы, которые дадут возможность и судам, и правоохранительным органам защищать права пострадавших в результате домашнего насилия. Это главное – именно защита, а не наказание виновных. Именно на страже их прав должен стоять закон.